Между тем, Алтайский край вместе со всей страной постепенно выходит из самоизоляции. Об этом накануне сказал президент. Он же пообещал пакет существенной поддержки для мамы и пап, исходя из возраста детей. Родители страны вздохнулись с облегчением. Спустя почти полтора месяца режима самоизоляции президент озвучил меры помощи лицам физически. Моя коллега Анастасия Дороган сейчас расскажет, какой слоган уже придумали в интернете для этой поддержки. Она сейчас с нами в студии. Настя, привет! Привет! Слоган звучит незатейливо, но точно есть дети, есть деньги. Вернее, деньги будут. С сегодняшнего дня мамы и папы страны могут подавать заявки на 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Мера всеобщая, единовременная. Отправа на маткапитал не зависит и выплачивать ее будут с 1 июня. Заявляться можно только через портал Госуслуг. Через несколько часов после обращения Путина сайт обвалился. Сегодня с утра зайти на него было еще возможно, но специальный граф не было, как нам пояснили в пенсионном фонде Края. Пока подать заявку можно только лично в них в отделении. Сколько продлиться такой режим неизвестно, а вот остальные меры поддержки уже не для всех. Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком. С 3 375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Проще станет всем молодым родителям. Претендуют они на маткапитал или нет, в любом случае смогут получить выплату в 5000 рублей за каждого ребенка до 3 лет за апрель, май, июнь. То есть получателями денег станут мама и папа, родившие или усыновившие детей с 1 апреля 2017 до 1 января 2020 года. Таких в Крае свыше 20 тысяч семей. Если мама и папа потеряли работу, на каждого из несовершеннолетних детей полагается по 3000 рублей за те же три месяца. И, наконец, самая масштабная помощь нуждающейся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, с июня смогут оформить выплаты для детей от 3 до 7 лет. За первое полугодие семья получит единую сумму в среднем больше 30 тысяч рублей. Затем выплата будет приходить ежемесячно. Как будут сочетаться все эти меры поддержки и не станет ли одна исключать другую? В пенсионном фонде обещают дать разъяснение в ближайшее время. С учетом обещанных в январском послании президента выплат и увеличенных маткапиталов, суммы поддержки весьма и весьма внушительные – миллиарды рублей. Откуда их возьмут, рассуждают эксперты. Центральный банк просто может напечатать эти деньги. Потому что уже такое сообщение проходило, что в ближайшее время Центральный банк включит печатный станок и полтора триллиона напечатает денег. Во-вторых, есть деньги и сегодня в хранилищах Центрального банка, и есть деньги в коммерческих банках. Я не думаю, что для этого там слишком задействует Национальный фонд. Так вариант, могут же выпустить еще и какие-нибудь облигации. Кроме того, Владимир Путин перечислил отрасли, которые начали работу с сегодняшнего дня. Это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых. Остальные пока на самоизоляции, их рабочие места надо сохранять. Президент обозначил, за апрель в стране стало 400 тысяч безработных. Это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Поэтому с июня власти вводят особый кредит. На одного сотрудника дается сумма МРОТа на 6 месяцев. Если до конца года вы сохраните штат, то государство полностью или частично субсидирует ваш долг. Есть поддержки для владельцев небольшого бизнеса в плане налогов и страховых платежей. Предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать. За исключением НДС. Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО. Тем не менее, незащищенных слоев населения по-прежнему достаточно. Они кричат о себе в комментариях. Так что эксперты считают, что эти послабления и меры поддержки не должны стать последними.